Это у нас секретариал здесь. Ага, добрый день. Как у вас там? Получше стало? Небольшая экскурсия по коридорам нового центра. В этих стенах совсем недавно расположился Совет ветеранов. Холодильник есть, микроволновка есть, чайники есть. Быт есть, да, обеспечен. Быт обеспечен. Даже те, кто приезжает к нам с области, пожалуйста, мы здесь покормим, все как положено. Чайковый день. Так и должно быть, да. Вот, да. Уважаемых ветеранов, так и должно. Да, так и есть. Общество пожилых, но активных, идет в ногу со временем. Современная техника – необходимый атрибут для плодотворной работы. Но чтобы ветеранам было уютней, нашли место и для ностальгических деталей. Председатель. Это мой кабинет. Понятно. А то председатель тоже есть. Все есть необходимо. Все для работы. Ноутбук есть. Самое главное – реликвия. А часы со звоном. Реликвия – это вообще просто. Да, реликвия. Так что это ютубчики. У вас такие картины яркие, прям вот. Как вы думаете, кто нам взял? Уфсин. Доверили свой комфорт областной власти. И теперь пригласили в гости в свои апартаменты всех, кто так или иначе принимал участие в ремонте. Главное, поверьте, мы рады в чем, что сегодня наш областной совет ветеранов имеет достойное помещение. Именно достойные кабинеты, рабочие места для вашей общественной работы. Вот это вот, поверьте, рада на самом деле. Потому что почему рада вдвойне? Это непросто было сделать. Ветераны – это приоритет. Это красный или нет? Красный нитю. По-семейному. За чашкой чая обсуждают разные проблемы. Для ветеранов это уникальная возможность задать вопросы лично губернатору. Меня беспокоит, во-первых, финансовое положение в области. От финансового положения в области зависит и наше благополучие. Поднимают жизненно важные проблемы. О медицинском обслуживании для ветеранов больной вопрос. Для проживающих в селе особенно. Что касается вообще медицинского обслуживания этой категории граждан. Более 915 коек у нас в области зарезервировано за ветеранами. 915 коек – это в палатах повышенной комфортности. За помощь, которую ветераны получили от правительства впервые за последние несколько лет, благодарят по-своему. У вас, наверное, никогда не было такой награды. А мы вот вам хотим вручить почетную грамоту нашего областного совета. Здорово. Удовольствую. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы еще не ветеран. Ну, это достойно, я думаю, что... Да, достойно. Сейчас ветераны обустраиваются в новом помещении. Но нерешенных вопросов, которые пожилые люди решить не в состоянии, еще много. Поэтому от власти ждут помощи и в дальнейшем. Спасибо. Спасибо.